Я хочу вас поздравить с этим нашим народным праздником. Раньше он назывался День милиции, мы выросли. Сейчас называется День сотрудников органов внутренних дел. Но суть от этого не меняется. Действительно, в эту профессию приходят люди неравнодушные, люди, которые не могут пройти мимо чужой беды, не могут пройти, когда кого-то обижают. И, поверьте, мы все вас видим, защитников слабых, защитников населения. Вы гарант стабильности в обществе. Поэтому, дорогие друзья, огромное вам спасибо за ваш добросовестный труд. За очень непростой, порой неблагодарный. Но вы сознательно пришли в эту профессию, на эту службу. Вам огромное спасибо. Вам здоровья. Да, времена непростые. Но я так думаю, честно говоря, наши ветераны могут сказать, что и раньше не все так было просто. Во все времена непросто жить. Поэтому еще раз, уважаемых ветеранов, уважаемых сотрудников, с праздником, здоровья, удачи и всего самого хорошего в вашем семье. Вот и настало то время, когда мы уже ветераны много лет, да, а недавно в этом зале, в этом актовом зале проводили планерки, разводы. И также были свои сложности, проблемы. Также жили, но тем не менее, дружным коллективом, хорошим коллективом, нашим милицейским коллективом. Коллектив всегда белореченский, белореченского отдела внутренних дел, был всегда и остается дружным, сплоченным. Хочу пожелать вам в эти трудные времена здоровья, благополучия, всего самого доброго, хорошего. Что себе бы пожелать, то желаю вам. Ветеранам здоровья, долголетия, всем сотрудникам берегите себя, будьте живы, счастливы и живите тоже долго и радостно. Ну что хотелось бы сказать, конечно же, поздравить всех сотрудников с этой знаменательной датой. Пожелать, конечно, самое главное сейчас, в эти пандемийные времена, скажем так, здоровья, здоровья вашим семьям, вашим близким. Спокойства и мира, конечно, дома. Конечно, всем сотрудникам, которые пришли, носят погоны, конечно же, какого-то карьерного роста. Чтобы каждого получалось в жизни. Но для этого, еще раз говорю, нужно работать. Не бездельно, значит, а работать. Будете работать, и будет продвижение, будут звания, будут благодарности. Но самое главное, будет благодарность жителей нашего района. Поэтому еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю всего-всего самого наилучшего. Но самое главное, конечно, мира, мирного неба, ну и мира в семье. Будет крепкий тыл, будет в семье мир и порядок, и на службу будет все, соответственно, идти ровно. Поэтому еще раз с праздником. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!